С практики говорят и аргументируют, что инфляция в стране для того, чтобы развивать и реальный сектор экономики, и страну, и удержать баланс с покупательским спросом, покупательская возможность и ряд других моментов, она должна быть где-то в параметрах 5-8%. Максимально. Максимально. Вина или аргументы каких-то чиновникам или государственных руководителей о том, что у нас кризис мировой, у нас инфляция вызвана внешним фактором, и мы ничего не можем делать, это просто мягко сказать. Это неправильно, неаргументированно. Непрофессионально, я думаю, мягко. Непрофессионально и безответственно. В некоторых случаях. Да, в мире приходит по нарастающей или по определенному кругу и кризисы, и экономические, и политические, и не только. Но в каждом кризисе страна, если правильно ориентирована и администрация эффективна, страны, особенно такие, как Молдова, небольшие, то она может только выиграть от этого. Если расставить все на своих местах, взять приоритеты, взять цель и идти вперед. А в нынешней ситуации я, ответ короткий на ваш вопрос, не понимаю пока, как в стране, как Молдова, имея все условия для развития экономики и благополучия развития страны в целом, и географическое расположение, и земля, и условия, и люди, все. И в нынешней ситуации в Молдове инфляция около 30, и ожидается 35-37. Ну, вскрытая инфляция уже перешла весь порог. Ну, говорят, реально и за 40 уже. Но я говорю... Знающие люди, экономисты. Да, но я пытаюсь держаться в параметрах прогноза, которые публикуют. Да, которые публикуют. Но, объясните, в соседней стране Украины война, у них инфляция 16%, в России война, воюет, у них рост ВВП и инфляция ноль за последние 5 месяцев, а в Молдове инфляция 30%. Как это возможно? То есть я, чтобы сильно не вник в этом вопросе и кого-то обидел, я бы хотел похвалить сегодня кого-то. Но, имеется в виду из тех ответственных лиц, но пока не вижу... Ответственности. И ответственности, и результаты, но это огромная ошибка в стратегии, в управлении, в развитии государства. Я считаю, что в первую очередь в этом виноват, конечно, Национальный банк. Но ввиду того, что Национальный банк – это не отдельное космическое государство, а это граждане Молдовы, это орган государственной власти, который входит в структуру страны, он подчиняется парламенту и есть ответственность.